Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии захептов в сетевом олдворлде. Подробности и начало всего этого прохождения в первой серии, ссылка на него, точнее на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, так что если вы случайно попали на это видео, переходите к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Да я уже, реально, я так быстро все делаю, что я даже не успеваю соображать. Думаю, там надо... Бегом-бегом... Наместник Хатуса умер... Давайте счастье... Блин, и старые только. Ну ладно, у меня много... Ладно, добавлю этого, хоть тут плюс 3 несчастья будет, но у меня в Хатусе нормальный плюс. Четвертая очередь, давайте философия. Так, эту пока нельзя, я так понимаю, 10 лет. Надо через 4 хода подумаем, кому наследнице выдать. Так, значит, что хочу дороги провести. А, их открыть еще надо. Блин, забыл точно. Долгая игра длится на часов 6. Ну да. В прошлом, ну, прошлое там по 8 видео по часу примерно было. Ну там у нас сейвы были и прочее такое. Так, перешла в иудаизм. Великий Зикурат, и у нас все города на 6 клеток увеличили свою территорию. Так, а что мы тут построили, интересно? Охотники. Так, я думаю, надо гарнизон делать. Лениво опять. Так, ну, пора рабочую силу открывать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ага, тут есть проход. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА сможет проходить рим стану спрятавшись скаутом в этой дырочке типа сила аналогично перс слабее но к персу сложнее проходить кажется грек будет на египет нападать есть такое ощущение мы посмотрим ну вот наместник хатуса еще раз ну конечно 75 лет там было что грех ты там будешь жить в лице у меня да я не понял и он учете первую сторону куда восемьдесят четыре года мне кажется это повязан связано с мудростью восьмерка была семерка хорошо кушал но выполнили восьмерка восьмерка Генералов добавляем. Так, 200 в Хаттайе и Война. Либо получить науку навигация, либо науку лесничества. Ну-ка, глянем. Навигация здесь, лесничество. Ну, они примерно одинаковые, да? Только заметил, что в следующем ходу он умрет, а у меня наследнику 11 лет. Красавчик, вообще семью замечаешь. Это я вообще что-то даже потерял, связь какую-то. Ладно, навигацию давайте. Ну, там происходит, кто-то там умирает, короче, рождается. Я уже даже... Там же есть возможность отключить вот это все игра без пацанов. Наверное, скучно. А, подождите, я сейчас... Так что, мне ничего не дали по... Ну, у меня почему-то за 50 лет наследник не родился. И типа, чел, сейчас умрет. Можем клетки покупать теперь. А, у меня был 3-й раз, не знаю. Ну, типа, у тебя что, не усыновить-то у них, да, да? Не, вот у меня, да, мне пришлось этого. Ну, когда я этих вандалов добил, мне пришлось у них, типа, чела взять. Наследник. Ой, ой. Синий город в меня. Сейчас будут пилить Египет. Да, там столько чудес вкусненьких. Да, а он тут слабый, наивный еще какой-то. Ну, да. У тебя, отец, он тоже слабый. Не успел походить. Не, тут у меня. У Грека, вон, он селится везде. А сколько у вас? Че, дофига городов, что ли? Он везде селится, просто обселил. У Грека селится? Ну, так, а че ты там не селился, где он поселился? Не знаю, не было приказов. Приказываю тебе там поселиться. У меня просто амбиция была поселения. Да вряд ли он, амбиция, ЕГЭшка, задание там. Так, прикол. Взял амбицию, селюсь в ходу. Ваш проект. Так, контролировать пять старших специалистов, добавить четырех придворных. Блин. Ладно, давайте попробуем старших специалистов. Топорщиков. Слушайте, мне кажется, стоит открыть топорщиков и нападать на Рим. Апнуть вот этих моих мечников. Так, теперь дороги строю. Так, ну у нас два... Тут я еще доделываю последовательства. То есть у меня города все будут обращены. Храм я пока строить не могу, поэтому нету смысла последователей. Вот берем его давайте. Храм я пока строю. Храм я пока строю. Зароастрийский камень. Ну камень пока вроде нужно. Давайте просто мудрость царицы добавим. Реально апаю мечников в топорщиков. Можно начинать нападение. Он тут сможет подвезти, конечно, юниты какие-то, но... Так, это вот вторая, да, у нас наследница. Но у нас здесь только одна, один этот Амун, у которого нет работы. Амун, у нас... Амун, у нас... Амун, у нас... Где мой двор? Минус 1 до 4, ну не знаю. Хотя... Не опускаю политики. Лучше не хочу этого Амуну. Амун. 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 И так, например, я curious. ... Амун. Амун. Боя. 4 приказа еще осталось со всеми семьями офигительные отношения ну не знаю нечего делать так что просто наверное так да и тут нечего царица собрать войска может сделать то есть это я соц капитал в муштру нет наверное нет ну давайте уровень вот колясочки дадим и все пока копим муштру на а потому что там будет требоваться 100 стали но стали у меня дофига и по-моему 50 муштры на апгрейт сколько приказов интересно мечников у меня 12 вот еще и решил просветление добавить нам говорил что вы всякое говно добавляете я даже не посмотрел что там бесплатно бери я хотел проблемам решить а не зло творить приди и возьми как говорится там какой-то есть оказывается перк на лидера это та которая ногтоноса 84 года которые с лесору лесопилок и пастбищ дает приказы по 05 и было здесь без минусов без минусов было 28 а закон бесплатный да едино без муже то есть вы надо видимо едино божие брать что приказ за каждый город с количеством чудес можно было уже поставить акрополь 30 приказов акрополь типа крутой ну если ты еще не подумал его ставить я не знаю что он делает приказы дает за форум для форумов нет так и не будет наверное если не будет приказов по-видимому так и будет что он делает какой-то событие того что форм типа крутая штука да форм типа крутая да 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 ну а что делать ну надо очки за набирать и мне как мне просто кажется что не за то что пишет одинаковая армия да эти силы аналогично но и навести я вот тут кажу что немного населения дает 0,1 приказа по сути тоже если растить население то можно больше их да да фестивалями ну и легитимность еще дает каждые 10 легитимности это один приказ ну и и еще за муштру можно покупать приказ то есть еще можно и муштру разгонять не религии это закон закон не ну тут мне все таки тогда крепость в другом городе построить и обиду на дико выполнится о чем не так резко очки скачнули города до 18 ты 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 чудо построил и города стали а те 8 городов и все развивающиеся а это чё я понял да чудо дало всем городам культуры они все развили произошла магия окончательно перс убери вот в центре моей страны своего скаута он не мешает дорогу вести блин часик я просто его тут оставил меня приказать не откуда я могу подвинуть в любую сторону с этой клетки он убирается автоматически если ты наступаешь на своей территории нифига ли он не ненесла это не но не на моей территории он на нейтральный находится виноват так последствий иудаизма достаточно эти колесницы наверно блин 10 событий заход выпало как успеть и в один юнит стоит вообще и вообще перестал читать я просто смотрю на результаты выбираю тут который мне подходит кстати как вариант ну получится с римом можно будет развернуться и на персу слабее кровожадный для колясок хорошо потому что будет блин стоимость камня все просто подбивать уже почти в два раза больше чем остальные эти дай ресурсы все будут одинаковая стоимость это как раз общий рынок ну сверху вон то есть это вы на школе ли это все теле общий рынок игроки покупают ресурс он становится дороже продают у становится дешевле а вот у меня сейчас пошел налет из далеких семей из края карты но но все-таки значит есть начиная учета как-то неприятно немного ну кому эпос предложили качнуть может быть и приятно не было всех городах иудаизм распространение даже не предложили я тех опыту может выйти просто можно говорить нет тебе предлагают тех это только их можно изучать пусть и то есть вообще нет сейчас два хода тех откроется может предложить там мало его на выбор блин ну раз в хатусе то собственно на семью тех чей-то город 120 культуры 80 счастья в разных городах правда блин нехватка наместников хотя вот тут есть кто-то но и 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 Какого-то смысла гарнизоны строить, у нас не хватает наместников, чтобы эти гарнизоны заполнить. Какого-то смысла гарнизоны строить, у нас есть гарнизоны строить, у нас есть гарнизоны строить. Тут встану просто пока. Леша, ты вот там где, у горы, которую ты так назвал, ты там занял уже у фракейцев? Скажи название горы, я несколько гор называл. Ну которая слышит, ты что тут шаришься? Легендарная. А, нет, тут что-то далеко для меня. Просто там один жемчуг тоже туда не особо идти. Это ж около твоей столицы, считай, место. Так, ну да, но там через горы, там обойти только вот через твой город, грубо говоря. То есть вот слева у меня только обход. Ну, в общем, мне далеко туда, я там даже и не планировал. Понял. Ну что, хватило на апп всех? Ох. 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 Субтитры. Ох. Субтитры — Олив. Субтитры — Олив. Четвертая в очереди, Судия. Ноченькая инст Trail. Субтитры — Олив. будет добавить на нет нельзя ну а нет можно вот она любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарии кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку следующим ходом нападаем на рим уровень для новых юнитов ну кстати прикольно давайте наверно будем строить надо два приказа у нас еще остались какие-то чудеса не построены конечно нам на уровне там же три чудо для легендарок как минимум о мусси он какой-то ко мне кстати тоже пришли варвары с далеких земель и Продолжение следует... Интересно, он гарнизон построил, конечно. Так, ну надо... Надо начинать, я думаю. Ой, там движ какой-то пошел. Да, войну не объявили. Да, войну не объявили. Ой, а что, ага. Тут юнит. Ну, пока как-то так. Почему царица Египта пишут, что она несчастная? Не знаю. Скорбит? Кто-нибудь брал? Не, ну, скорбящая она по-другому пишется. Это несчастная. Я не знаю. Мы 75 лет человеку, я бы тоже был несчастен. А где пишут? А, да, тяжелобольная, несчастная. Ну, это одни их из перхов, потому что она что-то сделала там. Я не знаю, что я делаю, я классовался подряд. Я к вам, ты заметил, что я войска перекинул это к фракийцам? Нет, я просто вышел в топорщиков, апнул и напал. Классика. Карточная система, она такая. Как может хватать по морю, переправить поселенца в другой угол мапы? Ваша жена продаст родную мать за медикейр. Видишь, ты игра даже сообщает. Спасибо. Пойду. Обрадует экспедиции. Да, боевка тут та еще, ничего не скажу. Че, боевка вроде норм, нет? Ну, кому как. Так, тут я просто не подготовлен был. Не, ну, слушай, я не просто не подготовлен. Атаковать вот то, что издалека, это, конечно, то еще. Так, это же от приказов зависит, нет? Или это прям большая проблема? Ну, я не знаю, в чем конкретно проблема. Потому что, условно говоря, ты можешь уехать там за границ видимости и все. Ну, а как насчет использовать скаута? У меня, например, стояли скауты в твоих городах. И видели, что там происходит. И они не из предела видимости. Они выехали из Лусны. Это просто соседний город с тобой. Они откуда-то там, знаешь, из Хатусы приехали. Варьируйте, сэр. У тебя три города за горами, в лесах, без дорог. Ну. Я понимаю, что ты сейчас будешь очень долго везти армию сюда, и вот и все. Не, я всю дорогу держал тут армию, все дела. И в итоге ровно я ее отвел, ты как раз напал еще сам. Ну, так может, не надо было отводить? Хотел на маленького вавилонянина напасть. Не, я хотел Крюсу фракийцам зачистить и город там поставить. Ну, что же вы? Нельзя так ставить город. Ты же просто умрешь. За что он тебе? Ты бы лучше бразил те, что есть. Ну, не, я ханял не просто. Как ты понимал, у него, что ты слышишь, что тут шаришься? Он привел город. Перепыл, я не знаю, как можно так плавать далеко. Не понял, где кто поставил, где город? Слышь, ты что тут шаришься? И там Рим поставил город? Я хотел там поставить. Ему не хватает даже указов, но он все равно ведет. Не, мне хватало, все было норм. То есть я просто тайминг выбрал прям идеальный для моего нападения. Не, ну там просто, ты понимаешь, что рядом с этим городом столица Перса? Да и вот как у меня посел халявный был. Как бы он слабее, он тупее, ну, в смысле, как помада считается, не знаю, ну как это будет, технаудио. Технология победы. Вообще игра прикольная, но я ни черта не понимаю, что происходит. Не убивайте меня, пожалуйста. Так ты чудеса прекрати строить? Так я, ну слушай, у меня стоит ко мне вход. Я больше не могу устроить, у меня нету страны. Странное перемещение сейчас было этой. Да, это я случайно мискликал там. А, это если в третью ты строишь стронг холд и уникальные юниты доступны, да? Да. Круто. Так, а что я сейчас открыл? Что-то бесплатное, по-моему, да? Это гениальная игра, гениальная, мне очень нравится. Это ирония или... Не-не-не-не, мне нравится, хорошая игра, просто ничуть не понимаю. А вот, посмотрите, у меня был ивент и город самоуправлением. Он тогда конца игры будет? Не знаю. Да. Я когда нажимал, может будет ивент убрать, но... А, да. Так нету. Где-то пятьдесят годов. Пятьдесят год. Бля, сколько это? Пятьдесят лет. Пятьдесят лет, да. Сразумело. Слушай, Перс, я как бы, не то что вы эксперт, но... Путетов будет очень высокий, так сказать. О, царица Ундая. Если меня захватит, то он реально выглядит одним из них, по равням с Греком. Ты че предлагаешь напасть на меня? Да, отвлечь, так сказать, на себя силой. Нет. Выгодно, так сказать, вообще выгодно в какой-то степени. Вижу, выгоду только для тебя. Ты вон рядом с персидской столицей ставишь город и подговариваешь еще перса на меня нападать. Ну смотри, ты сейчас идешь, например, забираешь меня. Дальше идешь на лубивол. А я прям забираю тебя, да? Тут же забалансованная игра в плане геймдизайна. У тебя не хватит приказов так далеко воевать. Вот именно. Я беру только те города, которые вот рядом со мной. А вот там вот то, что за горами будет, и то не факт, что я их беру, кстати. Тут даже реализована механика, что обороняться легче из-за приказов, как я понимаю. Да. Самая главная проблема, что ты наивный. И это не оскорбление, эта игра так кажется. А никто не знает, почему у меня, например, нет шпиона, но при этом я вижу какие-то города в других. Это кто спрашивает? Греция. Ну может из-за религии? У меня подозрение, что типа я поставлю... Ты же оракул построил. Оракул типа видит какие-то... Наконец-то только сейчас военные техи пришли, это просто ужасно. Жесть. Ну так нельзя было строить этих, как я называл... Домики, домики для юников. Наверное, всадника хочу. Так, а откуда налет? Вон. Еще берема будет. Мудрость. Подожди. Какой мы закон можем... Минус коляски в городе в том, что если я кого-то бью, она выйдет. Чего я пропустил, ты говоришь? Минус коляски в городе, если я кого-то и убью, то она выйдет. Сначала ударь коляской, а потом добей кем-то другом. Домики. Домики. Минус коляски в городе. Минус коляски в городе. Минус коляски в городе. тяжело без засадных юнитов конечно атаковать города уход сколько у нас таймер я уже все закончил еще три с половиной минуты может все-таки средний уже сделать уже можно из войны она же потом уберется надо не забыть она а а а а а стоим здесь ждем этих варваров да и у меня кстати тоже набег с моря происходит все-таки работает ну иди сражайся там с набегом да у меня есть не беспокойся приятно что ты волнуешься за хитов лишь на опыте на опыте я просто даже не думаю рим что это твои места прям были очи я дико извиняюсь ну река не сы в воду кем названа у вавилона 3 так и что лабак получается вывел сачка может ты июне ты построишь это у меня вообще пишет ты гораздо слабее а сколько надо юнитов у меня штук восемь есть ну видимо чтобы не было написано гораздо слабее это восставшие что ли в дуру в дура вегетуме какие-то юниты порекомендуешь ну у тебя там рукопашные стреляющие часть таких часть таких первые город пау ты кстати все таки зря вышел коляской сразу оборону города снизила ну может я как бы вышел я бы его не взял этим ходом если бы ты не вышел коляской а и окей слушай какие-то города хочется вот эти два ну да пожалуй да как ты запел ты посмотри но он не может защититься тут уже могу равену тебе прям сейчас подарить он меня сожрет забирай его забирай три города вы что не понял кто-то он просто перекинет войска и будет меня есть он же за почему перекидывал войска он хотел на меня напасть ну так готовь войска типа че я должен просто допиливаем и все зачем ну за тем что мне его города дальше ну вот как правильно горит не будет ни приказов хватать ничего не будет хватать и и даже не занимал не суши равену я своим ходом захвачу это как бы прокачка юнитов не надо мне ударить кому я ее сам захвачу не запрещено дарить города я не знаю даже давайте не ну просто в данном случае это не дарение а как бы это город все следующим ходом берется на то есть он его просто сдает считай как стеклотару алексей это разведал там где гора что город стоит да но я по я вижу там где у меня все еще фракийцы написано зачем мне перс забирай ты город этот нафигами этот город он вообще далеко от меня почему-то мне все все мне говорят чтобы я забирал рим каким-то образом сами забираете так рядом стримом только два государства вавилон и тебе не перс варианта только 2 еще и еще один город около перса стоит и он имеешь ввиду к норы там где вот слышь ты чё тут шаришься да у меня к нему проход через твои границы типа мне нет смысла не правда в смысле горы вот пиерия вон у тебя проход через них нету прохода там есть слева слева от горы пиерия слева а ну там где твой этот малидия ты про это не что нет блин ты прикалываешься ты видимо не открыл вот ну как это я понял сейчас сбегаю вот у тебя горы качкар вот прямо над ними прям над ними проход слева от горы пиерия пиерия просто тут типа несколько гор пиерия вот написано подряд типа на все цепи часа короче сбегу посмотрел наведи на любую цивилизацию и те будет написано ее сила так вот сделай так что у тебя хотя бы хоть с кем-то наравне было они так они так что все слои все все сильнее тебя нету просто лучше не там по моему считается чисто по количеству юнитов вот это даже не если не но как ты высчитаешь ну как цирки силу юнита слабилами там понимаешь тут сила юнитов скорее даже не в как-то не в качестве там не в этом в прокачках а это ты никак не посчитаешь вот это тут меня обращает это страшно или пофиг в религию да да ну религия тут выгодно любая внезапно не умру от того что меня обратили не крестового похода тут нет блин 3 смутьяна ну предлагай мир рим мех никому не надо мне надо я только не знаю как правильно торговать по сетевой ну наверно выбираешь его и посылаешь все так понимаю просто отправляю нации и жду что мне вот так идет а не знаешь умеете предложить не обязательно ждать до чутье надо а меня вообще много чего надо мне нужны красители виноград а мне вот у меня есть красители у меня как раз лишний ресурс красители есть есть красители применяем давай сейчас кину тебе мех то она ну ждать или заканчивать ход как раз лишний как раз лишний как раз лишний как раз лишний честно побоялся его сносить уточни приказом по того Чё ты рим? Я ж не рим. Вот это конец. Это... Это фиаско, братан. Сейчас, сейчас я перим. О, крепкая. Дополнительный приказ. Ну? Пишет, возврат невозможен ещё 10 лет. Удачно ты. Вот и поторговали. Другой ресурс. У меня есть этот... Литература. Литература у меня тоже есть. Ага. Да и дохерена. Поскачем на помощь. Что с вот этой колясочкой? А вот теперь ты получил мех? Да. Так, как мне тебе красители кинуть? На чём с того? Ты перцы же, да? Нет, это Греция. Греция. Так, Греция. Отправить товары. Нет. Роскошь. Отправить красители. Получил? Вижу, всё супер. Получилось. Успех получается. Ну, чё тут реально с таймером они намудрили. Таймер, да. То не успеваешь вообще, то сидишь. Ну, что война идёт у нас. Война, видимо, там количество... По поводу количества юнитов увеличивает таймер. Ну-ка, вот вы сейчас замерились, интересно посмотреть. Ну, мы замерились. Ну, там может ещё война какая-то? Или нету никаких войн сейчас? Есть, есть. Ну вот, Рим с Вавилоном теперь воюет, понимаешь? Мне качечка, я видел, сказал, что я слабый. Я не говорил какого. Это, у которого написано самый слабый, да, из всех. И качечка всех обзывает слабыми. Я удивляюсь, что ещё Греция не напала на Египет. Там ещё есть места, где силиться. Ну, кстати, она у него... Ну, конечно, ситуация обоих хреновая. С одной стороны, уже не хватают очков приказов. Ну, там наставил 10 городов, он не сможет пока месяц. Надо отремонтировать вот этим рабочим. Так, мне надо решить, каким семьям давать. Но этот, наверное, земледельцам дадим, а этот, видимо, этим... А Рим в кого поехал в итоге? Ты ни в кого не поехал. Ни в кого не поехал. В него въехал, сначала я въехал, а потом, после этого, в него ещё въехал Вавилон. Просто получилось идеально. Я решил, ещё до того, как вышел в топорщиков, поехать в фракийцев зачистить. Вот такая была авантюра. И она мне практически стоила двух городов. Нельзя так делать. Надо, типа, эту армию держать здесь и для зачистки фракийцев ещё одну устроить. На этом пока всё. Продолжение смотрите завтра. А спонсоры канала могут его смотреть прямо сейчас. В плейлисте ссылка на него в описании и в прикрепённом комментарии. Спасибо за поддержку. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok